Великий день! Первый тур, поэтому мы бодры и веселы. Впереди нас ждет веселое приключение, мы надеемся порыбачим. Можешь что-то изменить, меня и не можешь, ну делай что делал, да и все что. Пытаемся собраться, все растаканить, разложить, пока поедем потрясемся, сейчас проснемся и все будет классно. Мне кажется, все будет прямо офигенно. Готово, все отлично, все хорошо. Позавчера выспались или вчера, как это называется, не знаю. Сегодня конечно не выспались, потому что легли в начале 12-го, а проснулись уже в 5-40, по-моему. Ну, нормально, как бы. В таком режиме тело может функционировать. Ну, все хорошо, настрой хороший, все отлично. Сегодня поспим, надеюсь, больше часов 10 может быть удастся лечь. Настроение хорошее, но немножко нервное. Да не даже немножко, нифига не немножко нервное. Куда идти по ситуации, пока до конца не решили. Возможны абсолютно контрастные истории и рядом, и очень далеко. Не знаю, пока сами. Будем решать в процессе тура, как будет складываться ситуация в течение дня. Наверное, первый раз я до такой степени не понимаю, как правильно поступить. Наверное, за многие годы в соревнованиях. Просто реально некий сыр-бор преподносит водоем, погода, все вместе. Ну и, наверное, наша ситуация. Поэтому, посмотрим, поиграем. Доброе утро. Я вас иду досматривать. Уже знает. Молодец, молодец. Две секретные приманки. Уже, в принципе, старт скоро. Можно раскрыть все козыря. Даже без воды работают. Все такое. Вот это вот. Тетрис такой. Это отодвинуть, ребят, запустить. Вот это отпустить. Разбегаются, я не знаю, как. Как возрослевшие дети из семьи. Где твои зайцы? Ха-ха-ха. 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 записи посмотрим пару черных меток будет аминь борется за шикарный приз за победу за звание лучший рыболов года 5 рыб зачету рыбы должны быть живые у кого больше веса тот и побеждаем на покупают моторов выносится как сумасшедшие по приборам идем выпить ничего нету в катере может дадим и со спокойной душой заправимся и будем ловить потому что такую нельзя упустить андрюха это уже стоит средний вес по моему чучьего дня очень редко когда происходит что андрей с димой приходит первый на досрочку все в порядке у меня аж вон руки до сих пор потряхиваются потому что когда услышал андрей ну я не знаю планы команды на рыбалку но я знаю что андрей обычно старается рыбу правильно поднимать сохранять и жизнь чтобы не приходилось ну как бы вести на досрочку в любом случае досрочка это ну крайний вариант потому что это тратится много бензина это тратится много времени пойдемте снимем как ее отпускают хорошо себя чувствуешь очень 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 хорошо очень бодрое отлично ушла первая рыба сезона 2023 у нас сегодня радует спальни улыбку сегодня рыбалка была трудовая но другой здесь и не ожидалось сделали то что смогли и все-таки поймали пять щучек за каждый приходилось ну просто выкладываться на все сто процентов приманки меняли места меняли и динамично передвигались и где надо застаивались наша ставка сыграла это было непросто и пришлось на досрочку вести рыбу это нас сильно как бы искали и выбило по времени по таймингу но мы буквально там в последние минуты взяли еще одну нормальную рыбу и все-таки закрылись одна у нас не крупная щучка но 4 вполне себе зачетных не крупная андрюх есть да у нас там место было такое достаточно интересное не попсовая точку эту мы отслеживали достаточно давно и за счет того что выходили с утра или вечером у нас было преимущество и мы знали что там обитает крупная русловая щука это тот доминантный хищник который с огромной площади концентрируется в этой точке большая коса на которой есть такая аномалия структур к интересная и проводить там было надо достаточно тяжело то есть приманка должна была пройти буквально в коридорчике 30 сантиметров где жила рыба и время выхода мы знали и знали что там бывают крупные рыбы ветер был встречный и течение достаточно сильное кидали upstream под углом еще роза ветров там совсем какая-то аномальная в этой зоне ну в общем перепробовали все приманки из одного угла с другого потом переставились опять начали экспериментировать поставили гека забрасываем вот и ну наверняка каждый рыболов знает что порой бывают моменты когда ты ведешь приманку у тебя энергетика прям передается по удочке по плетенке переходит на приманку и ты прям знаешь что вот сейчас должно клюнуть и в panoptics смотрим приманка прям опускается в структурку попадает в этот коридор вот и в этот момент происходит зацеп зацеп глухой приманку оборвали половили потом дальше уехали а щуку крупную поймали вообще в другом месте случайно и . там ни о чём да не я снаряды просто заправлял андрюха то прицеливался и общий вес 23 килограмма 330 граммов это вес первого тура ребята делают очень мощный задел и пока являются лидерами далеко ходили много мест они раскиданы здесь дураков нету поэтому все выбирают лучшие места и приходилось переезжать на другие места и где-то встречаться со свежей активной рыбой нас сегодня так сильно достаточно по волне потрепало хорошо что у серёги оператора камера весила килограмм 50 его более-менее стабилизировала и он не вылетал я держал два спиннинга в руке и поэтому меня только левая рука была свободная как на родео просто как на быке там скакал у нас не знаю что бы было если бы я ну не старался как бы сильно не плюхаться в кресло у нас и холод вот как видите здесь паноптик должен был стоять а он лежит вот там то есть отклеился вообще я чувствую что и кресло у нас отклеилась тоже но больше потрепало конечно сегодня пару приманок наших рабочих одну вынули из щуки десятки но это гека десятка гека десятка равняются щуки десятки мы планировали там поймать ну стандартную рыбку как бы там два три килограмма и поехать дальше она такое неприметное местечко и смотрим а там крокодил андрюха даже смог усмотреть не то что плавники а самец это или самка и собственно кидаем гека такие трюки дома лучше не повторять да и на рыбалке тоже у меня полка до полтоса соул стик мой любимый счет идет на секунду в такие моменты поэтому я взял первый попавшийся спиннинг в руки насадил гека и забросил но ничего справилась трудяга 2 и вторая приманка смог от выстина вот он тоже весь избитый просто изъеденный в хлам но ему явно досталось больше чем нам герой сегодняшнего дня по факту арбузик в общем мы свою работу сделали как обычно дорога обратно когда за фиг знает сколько на запас был три минуты и плюс несколько участков сильной волной боковой было очень неприятно ну ничего все нормально все успели все в порядке нормально рабочая ситуация заживет день прошел такому пессимистичному сценарию несколько как бы пришлось включать план б закрылись 5 раз у нас ну сейчас 6 она запасная лайвы попрыгали поскакали побились рыбку небольшой план минимум на сегодняшний выпадут прям минимуме в общем чё-то захромал у нас конь я полечим он у нас доктор я думаю еще по службе случилось то что в моторе не характерный стук вообще когда стук в моторе и характерный это всегда предвестник дебяга нехорошего ну не знаю сейчас учет сделали посмотрим проедем может еще и нормально ну 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 ну